Здравствуйте, это колонка главного редактора в студии Дмитрий Нечаев. Итак, снова хроника коронавируса, а точнее борьбы с этой напастью, с этой пандемией, охватившей всю планету. Вот вы сейчас следите за новостями о хронике коронавируса, за нашими новостями, за федеральными новостями. Я хочу сказать, что вы очень правильно делаете, что делаете это из дома. Это очень правильное и ответственное решение. Потому что время показывает, что жители, в частности нашей Тверской области, в своем подавляющем большинстве прислушались к рекомендациям специалистов и остались дома. Похоже, что пришло наконец осознание того, что стремительное наступление коронавирусной инфекции – это не шутки. От каждого из нас сегодня, от нашей ответственности и благоразумия в прямом смысле зависят жизни, здоровье наших родных, наших близких, коллег, знакомых. Но отребуется-то для этого совсем немного. Почаще и подольше мыть руки и сидеть дома. Ежедневные сводки о количестве заболевших и погибших от коронавирусной инфекции сейчас напоминают новости с фронта. В Российской Федерации за прошедшие сутки, по данным оперативного штаба, выявили еще 771 случай заболевших. Всего в нашей стране 3548 больных. Выздоровели 235 человек. К сожалению, скомчалось уже на данный день 30 человек. Что касается нашего региона. В Тверской области новых случаев за прошедшие сутки не выявлено. И это радует. Количество заболевших COVID-19 по-прежнему на уровне 5 человек. Двое из них ранее выздоровели и выписаны. Трое находятся в стационаре, они изолированы и находятся под наблюдением врачей. Надо сказать, что сейчас все силы у нас направлены на то, чтобы затормозить распространение коронавирусной инфекции. И здесь основное зависит от нас с вами. Сегодня каждый несет ответственность перед каждым. Что от нас требуется? Да, в общем-то, ничего сверхъестественного. Самоизоляция. И напомню, что Государственная Дума приняла в третьем чтении законопроект об уголовной ответственности за нарушение карантина. Согласно этому законопроекту, нарушение инфицированным эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей, будет караться штрафом до миллиона рублей, либо лишением права занимать определенной должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет. Ну а если такое нарушение привело по неосторожности к смерти человека или было сопряжено с умышленным созданием угрозы массового заболевания людей, размер штрафа составит уже до двух миллионов рублей, а срок лишения свободы до пяти лет. Если же оно повлекло за собой по неосторожности смерть двух и более лет, то нарушитель уже грозит заключение до семи лет лишения свободы. Так что несознательным быть не только аморально и опасно для окружающих, но еще и банально дорого. Ну и теперь традиционно несколько слов о действующей нашей горячей линии. Я напомню, телефон 341-341. По-прежнему очень много вас граждан звонит нам, рассказывает о тех проблемах, с которыми приходится сталкиваться. Ну и вы знаете, на фоне тех традиционных уже обращений по поводу, где продаются маски, телефон горячей линии узнают также и других, появились новые, такие совершенно неожиданные варианты, что сжалуются на то, что жители многих многоэтажек начали выбрасывать мусор из окон прямо на улицу. Ну, знаете, я не готов сейчас так вот огульно всех за это осуждать. Может быть, это какой-то пожилой человек, инвалид, который уже приперт к стенке. Я просто хочу таким людям сказать, что есть волонтерские службы, которые готовы вам помогать, которые готовы в том числе и эту работу выполнять. Мы о них уже говорили, контакты их давали, будем дальше давать. Пожалуйста, прибегайте к их услугам. Ну а те, кто это делает просто из-за какой-то распущенности, ну, этим людям, конечно, оправдания нет и быть не может. Сегодня президент, недавно президент нашей страны обратился к гражданам и сказал о том, что срок вот этих мер по самоизоляции продлевается. Вот та неделя, которая прошла, эти меры, которые были предприняты, режим самоизоляции, он дал определенный эффект. Этот эффект вполне осязаем. Как сказал президент, он позволил нам выиграть время, позволил нам укрепиться, дать в том числе и врачам возможность усилить меры, дал возможность государству разработать новые пакеты мер по предотвращению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции. И еще раз говорю, что очень многое зависит от нас. Это время дается не для того, чтобы мы праздно бездельничали и просто убивали время. Это время дается для того, чтобы мы проявили гражданскую ответственность, не нарушали карантинные меры, оставались дома, проводили время с пользой и тем самым сберегли и себя, и своих близких, и всех своих знакомых, и все наше население, всю нашу страну. Выполняйте эти меры, это сегодня жизненно важно. Всего доброго, не болейте и до завтра.